здравствуйте дорогие телезрители в эфире передачи стереотипы программа о людях которым тесно в рамках обыденного мы по обыкновению поднимаем субкультурные и культурные темы которые интересует наше общество последнее время я думаю трудно назвать мультики субкультурой а вот японские мультики думаю можно назвать особенно учитывая тот факт что по статистике все больше и больше в стране появляется людей так называемых фанатов аниме и сегодня мы пригласили в студию людей которые любят этот жанр японских мультфильмов и с ними попробую разобраться в том откуда же такое влечение откуда такая любовь к японскому аниме и кто такие на самом деле анимешники так я рад приветствовать студии моих гостей по порядку слева направо здравствуй артем просто артем добрый вечер у нас в гостях тамара исихара охайо охайо и дэн здравствуй дэн поклонник вообще я так понимаю японской культуры местами тамара можно тогда сразу вам вопрос потому что на конечно самый аутентичный человек в студии действительно похоже на подлинного анимешника хотя может быть да я ошибаюсь вот есть такое понятие косплей или косплей да когда люди переодевают вот расскажите я так понимаю что вы принимаете участие в данном течение движения или просто хобби такой вот придется да вообще я косплеер я больше косплеер чем анимешник вообще косплей это костюмированная игра и косплеера одеваются под любимых персонажей косплееры не всегда одевается под японских персонажей то есть могут под персонажей диснея под супергероев это тоже будет считаться косплей но я предпочитаю косплеить японских персонажей но вообще если мы будем допустим делать программу в следующий раз а диснеевских персонажей то вы можете прийти в костюме дюймовочки например или красавица который в костюме алиса а либо алиса станет совершенно верно хорошо давайте тогда по порядку с мужского мнения начнем потому что мужчины более рациональные люди но на мой взгляд хотя тамара сейчас может быть и своих феминистских анимешных позиций начнется спорить но я вот артема хочу предоставить слово вот аниме для и и косплей заодно для широкой публики что такое вообще аниме и чем отличается скажем от классической анимации ну вообще аниме это часть японской культуры она пошла из японии соответственно чем он отличается от обычной анимации во первых тем что в отличие от допустим диснеевская анимация для нашей советской вообще анимация в принципе мультипликации которая рассчитана на детскую аудиторию они мы больше рассчитаны на подростковую и взрослую вот соответственно там есть жанры достаточно много жанров и жанров мы говорим но жанрах мы еще поговорим и соответственно вот любители аниме анимации любители аниме они занимаются косплеем да вот костюмированной игрой а некоторые любители некоторые некоторые сидят возле телевизора и смотрят любимый за а вот как вообще сочетается ваше мнение со статистикой там может быть она ложная но когда я готовился к программе я почитал что на самом деле в основном то молодая инфантильная аудитория смотрит аниме вы говорите для взрослых в основном это подростки да это подростковая аудитория но это все-таки большая часть именно подросткового аниме она за рубежом потому что в японии это все-таки больше детское аниме то есть там специальный жанр который больше направлен на детей за рубеж больше поступает именно вот такого подросткового взрослого аниме и наверное поэтому вот он имеет такой успех больше у подростков молодая инфантильная аудитория Ну, как, у нее больше времени, поэтому им интересно сходить куда-нибудь, потусить, пообсуждать аниме. У более старшего поколения, у них уже просто на это нет времени, либо они собираются более узкими кругами. Вот, плюс, как-то так у нас в России сложилось, что многое аниме, которое шло по телевидению, оно попало к нам из Японии. Ну, то есть, это было аниме именно того вот самого разряда, что снято для детей. Селлар Мун, например. Да, да, да. Или Агрендайзер. Да, да, совершенно шикарные вещи. Вот, то есть, это вещи такие вот... Для обывателя. Ну, не для обывателя, именно для детской аудитории. Например, я являюсь поклонником аниме, да, но поклонником аниме такого высококачественного, где хорошая графика, хороший сюжет. Ну, если говорить о графике, что значит хорошая графика? Ведь там везде большие глаза или нет? Ну, не везде. Нет, нет, абсолютно нет. Далеко не везде. А почему же все тогда пишут в энциклопедиях, если аниме, то непременно с какими-то правилами рисования? Ну, наверное, потому что, как бы, если салат, то сразу все думаем про Оливье. Ну, да, да, да. Согласен, абсолютно. То есть, это больше рассчитано, наверное, вот такое... Тамара, что ты? Ну, хотя небольшие правила рисования там есть. Так. Потому что в аниме принято рисовать более реалистичные натуры, то есть там выделяется объем, там выделяются тени. Если мы, например, смотрим русские мультики, так видно, что они нарисованы. А некоторые аниме, ну, нарисованы очень качественно. Ну, это правда, это правда. Но, с другой стороны, ну, чем вам не нравится, скажем, советская мультипликация или современная американская мультипликация? Не конкретно вам, а вот аудитории. Как вы думаете, с чем связан рост популярности? Почему подсаживаются именно на японские тени? Все достаточно просто, на самом деле. Современная мультипликация, что советская, что американская, она, как правило, рассчитана на максимально широкую аудиторию. Да, совершенно. Вот. А многие деятели аниме, так скажем, ну, вот тот же... Как же я мог забыть? Хайо Миядзаки. А, не весь на замок Лопута, Хайо Миядзаки. А, Миядзаки. Я его тоже знаю. А вот у него проекты некоторые были, к сожалению, на вскидку не скажу, в каком аниме. Ну, то есть рисовалось это так, что мы это делаем, мы это рисуем, мы в это вкладываем достаточно большие средства. И если мы провалимся, то мы провалимся. Вот. То есть совершенно не было уверенности, что пройдет, что всем понравится. Так вот, многое аниме, оно нарисовано именно очень качественно, именно на как раз подростковую аудиторию и взрослую аудиторию. То есть детям это будет неинтересно даже. Нет, не то, что неинтересно, но дети всего не узнают. Ну, вот по-честному, неужели подростковая аудитория обращает внимание на качество рисунка? Они сейчас смотрят South Park, там вообще никак не нарисованы. Это свой стиль. А есть, кстати, в Японии такие, как South Park, нарисованные, скажем так, плоскости, без ценей, без объема? За плоскость. Есть кто-то с вами? Есть. Аниме, например, «Панти и Стокинг». Так, а про что? Там нарисованы, там про двух девушек-ангелов, которых спустились с небес за плохие дела. Почти. И вот они там убивают бобусов, зарабатывают деньги, чтобы попасть обратно на небеса. А почему это нарисовано плоско? Ну, аниме, в принципе, нарисовано в стиле вот таких американских мультиков, таких не очень качественных. Но, правда, там иногда есть такие моменты, когда прям вырисовано все. Но, в принципе, он нарисован плоско. Но это выходит так, что японцы... Даже там есть момент такой, где нарисовано так же, как в South Park. Да, да, но получается, что ведь сейчас американская анимация во многом подвержена влиянию японской. И многие мультики они делают, ну, я не все назову, но какие-то они пытаются пародировать. А тут выходит, что еще и Япония отличает Америке, и они что-то снимают свое по-американски. Ведь если говорить о влиянии аниме, сначала, я так понимаю, хотя я могу заблуждаться, аниме было, естественно, в Японии, а потом первая страна, которая начала поглощать культуру, все-таки Америка. Не совсем. Нет, так. В общем, аниме сначала было, конечно, в Японии, но появилось оно как раз под воздействием американских мультиков. Ну, то есть, когда после Второй мировой войны в Японию началось проникновение Америки. Ну, и вообще западная культура. Да, и вот тогда уже там начало появляться. То есть, если смотреть какие-то первые японские вещи, то они будут очень по стилистике похожи на, скажем, первые мультики Диснея. Хм, как интересно. А там есть какие-то такие патриотические нотки, мотивы, как в диснеевских мультиках? Некоторых. Или японцам чуждают культура? Там есть разные темы. Есть темы на... Ну, вот мы уже загорели о темах и жанрах. Давайте вот темы жанров. Да, да, да. Ну, вообще, я думаю, важно понять, что основным источником идей, так скажем, и сюжета в аниме первоначально являлась манга. Манга — это комиксы, рисованные японские. Помимо манги, есть еще компьютерные игры японские. Они тоже являются источником аниме. Но аниме само по себе, оно может быть и самобытным. То есть, цельно придуманный сюжет чисто для аниме. Вот. Значит, что касается жанров, здесь есть жанры, рассчитанные на совсем детей, на подростков, на взрослую аудиторию. Там они подразделяются еще по возрастам. И, соответственно, тематика и рисовка, и сюжет тоже, соответственно, разделяются по возрастам. Ну, ладно, мы давайте поговорим сейчас далее о самом течении анимешников, кто они такие. Но сначала мы посмотрим сюжет о том, как возникло все это дело, а потом вернемся в студию и продолжим нашу беседу. Оставайтесь с нами. Любое искусство рождается из невинной прихоти гениального художника. Он экспериментирует и получается новое направление. Таковым был Осамо Тэцзука, японский бог аниме и манги. Он первым пошел на революционный шаг в анимации. Совместил экспрессионизм с европейским модернизмом. Тут-то и появились большие выразительные глаза, яркие краски и латентный эротизм в движениях. Аниме — это не жанр, а название современной японской мультипликации с уникальными жанрами, возрастными ограничениями и многосерийным производством. Аниме быстро завоевало популярность на Западе, а затем и по всему миру, превратившись в целую субкультуру. Поклонники японских мультфильмов устраивают собрания и фестивали, перейдеваются в японских школьников и школьниц, а также невольно начинают глубоко изучать японскую культуру. Дошло до того, что Япония в глазах общественности уже не представляется носителем высоких технологий или во всяком случае перестала ассоциироваться, зато превратилась в носителя новых культурных ценностей. И теперь большие глаза — это уже не только анимационный стиль, но и образ жизни. Я до эфира сказал, ребята, как вас назвать? Можно назвать анимешниками? После чего получил отпор. Вот расскажите, почему нельзя такое слово употреблять? Ну, например, для меня слово «анимешник» практически синоним слова «фанатик». Я себя не считаю фанатиком вообще чего бы то ни было, стараюсь придерживаться. Ну, как сказать, даже не стараюсь, а зачем слишком много чего-то? Оно надоест. Лучше, пока не успело надоест, останавливаться. Хотя есть люди, которые просто действительно живут аниме, постоянно смотрят, обмениваются мангой, чуть ли не три дня в неделю ходят на какие-то сходки, чтобы что-то обсудить, и просто приятно провести время, пообщаться с такими же, как они сами. А у них есть вообще личная жизнь? Их легко можно обнаружить. У них появляется оборотка, вырастает животик. А, потому что они сидят дома. Ну, это если иметь в виду чисто таких вот ярых фанатов, именно аниме. Их еще можно назвать «атаку». Есть такой термин. «Атаку» — это… В Японии этот термин наносит именно смысл фанатика. То есть, когда человек чем-то очень сильно увлечен. Скорее, фанат. Фанат, да. Фанатично чем-то увлечен. Я думаю, в нашей стране «атаку» имеет более положительный оттенок. Тем не менее, назвать человека анимешником или «атаку» — разница есть здесь. И, например, примитивно к себе я бы не хотел, чтобы меня называли анимешниками. Атаку, потому что это все-таки какое-то клише, я думаю. Ну, вот мы говорим о сходках. Если я случайно попаду на эту сходку, и кого-то там назову анимешником, я сразу получу помочь? Или все-таки меня пожалеют? Ну, вообще не все анимешники знают, что их нужно называть анимешниками. Правда? А как они вообще друг друга называют? На самом деле, очень много вариантов, очень много никнеймов, имен и так далее. То есть, это зависит от личности. Кстати, о никнеймах. Вот у Тамары есть никнейм «Исахар». Что он знает? Исихара. Исихара. У меня был, но он еще сейчас есть, любимый певец. Это Мияви Исихара. Японский певец. Понятно. Ну, я его сильно любила и взяла его в фамилию. А по какому принципу вообще в себе нике отдают анимешники? И зачем они нужны, собственно, эти ники? Ну, здесь, я думаю, можно утолкиваться от того, какой персонаж мне нравится. Просто какое-то слово там японское, да? Можно назвать меня Николаем Суши, например. Ну, какое-то слово, да, какое-то интересное. Может, персонаж какой-то аниме любимый. Там, любимое аниме есть, любимый персонаж. А тогда мне принцип интересен, зачем брать нике. Ну, я, например, взяла себе, потому что, во-первых, мне нравился певец, а, во-вторых, у меня получается так в рифму Тамара Исихара. А, да, да, да. Дэн, а вот почему ты принципиально отказываешься? Я, нет, ни в коем случае я принципиально не отказываюсь. Просто у меня когда-то был никнейм, я им достаточно, ну, как бы, долго с ним жил. А какой, если не секрет? Да, нет, не секрет, конечно. Это камы из аниме X. Вот, в переводе с японского означает «Воля Бога». Ну, мне показалось, что это красиво, притом аниме самое такое. Такое само по себе очень доброе. Вот, кто смотрел именно полнометражку, тот поймет. Вот, и мне как-то показалось, что это здорово звучит. Плюс в то время, когда аниме X появилась, появилась у нас в России, как раз в жизнь России входил интернет очень плотно, в массы шел. И когда возник вопрос, какой себе никнейм взять в чате, подумал, о, камы. А потом как-то так вот, пошло-поехало, ну, через некоторое время просто от него отказался, ну, уже практически не используя. Отказался по причине того, что ты не хочешь быть в рамках, да, ты не хочешь быть связан. Так же, как вот и японской анимации, например. Ты говоришь, вот я не назову себя анимешником, потому что тесновато в рамках одной культуры. Ну, скорее поэтому тоже, а потом еще как-то прошел период, когда я ходил по чатам. А вот, 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 ребят, опять-таки, я не цепляюсь сейчас, но все же даже на личном опыте мы убеждаемся, что это в некотором роде возрастное. Да, и взрослые люди, конечно, но не все, но смотрят и примыкают к экранам, увлекаются аниме. Но большинство, вот значительная часть аудитории, это молодежь, которая чатится, сидит в интернете, в общем, кушает чипсы. Вам не кажется, что аниме, это действительно возрастное, что вот мы сначала увлекаемся, а потом наступает какой-то период, когда мы от этого отходим, как Децл, подумал, ну что вам, зачем мне эти дреды носить, зачем мне этот рэп, буду нормальным человеком, подстригся и сейчас ведет свой бизнес. Так же с анимешниками. Будущие Прохоровы там сейчас смотрят. В чем-то ты прав, разумеется, то есть для большинства людей, наверное, это именно что возрастное, причем это скорее даже не столько зависит от конкретного возраста человека, сколько просто вот какой-то период человек посмотрел, поувлекался. Так, ну укол, что на Тамары? Тамара должна ответить, что Тамара? Ну я хочу сказать, что изначально я больше любила аниме, но сейчас я стала косплеером. То есть сейчас... Переодеваться интереснее, чем смотреть? Да. Приятнее, когда на тебя смотрят. Я так скажу, на тебя самую смотрят. Вы понимаете, какая штука порой случается? Ведь многие субкультуры, они имеют свое пристанище в интернете. Группа ВКонтакте, в Фейсбук, в социальных сетях. И люди, которые себя относят к цивилам, ну условно говоря, к массовой аудитории, к нормальным, как они называют, а не к субкультурам, они остальных называют быдло. Байкеры – быдло, конечно. Анимешники, конечно. Рэперы, конечно, быдло. Они не одеваются, как мы, ненормальные люди. Вот что вы можете им сказать? Я хочу сказать, что вот я одеваюсь, я не формал. И покажи мне золотую медаль. Зато у меня будет золотая медаль, и я умею играть на баяне. Ну вот, да. Это потрясающе. Мы заговорили о фестивалях. Расскажите, что за фестиваль вообще проводится, анимешников? Ну, фестиваль – это такое большое мероприятие. Сходка анимешников, именно косплееров. Она может длиться часов 6-8, наверное. То есть снимается какой-то зал, а там происходят какие-то выступления, какие-то мероприятия. Это в Москве происходит? Да, в Москве. Это все в основном чаще всего происходит в Москве, такие большие мероприятия. И вот люди в костюмах смотрятся это все просто шикарно. Вот я был, когда последний раз. Мне очень понравилось. А там мальчики Эмма, наверное, присутствуют? Да. Там бывает присутствуют девочки, которые одеваются как мальчики Эмма. А, да, да. Там в основном… В основном это девочки. В основном это девочки. Они любят тот самый жанр, который не хентай, а вот еще… Не ой. Да, да, да. Да, именно так. В основном это девочки-подростки. То есть опять-таки чувствуется по аудитории, что приходят девочки, которые визжат в зале. Да, да, именно так. Ты погружаешься в эту атмосферу какую-то вот свою. Так, а не пора бы какие-то чистки провести? Зачем? Зачем? Всегда можно на это посмотреть и улыбнуться. А по поводу визга девочек, это хорошо было сказано, потому что, собственно, на фестивалях бывает, что просто показ косплея идет какого-то. То есть когда под музыку выходит человек, ну как вот показ модной коллекции. Вот. Точно так же выходит человек, вот двигается как анимый персонаж под соответствующую музыку. А может быть какая-то короткая юмористическая, в основном бывают юмористические сценки, в которых там может участвовать от двух-трех до пары десятков персонажей. Когда они там что-то вышли, у них диалоги, они могут при этом станцевать, идут какие-то спецэффекты, там вот свет замигал на сцене. Вот. И вот если, не дай бог, на сцену вышли два мальчика и обнялись, вот тут как раз начинают визжать те самые девочки. Я не понимаю. А ты сходи на фестиваль. А когда они проходят, вот, например, вот мне интересно, где это можно посмотреть? Ну, ближайший, это будет аниматрикс. И свободный проход? Нет. А, просто билет покупаешь? Да. Покупаешь билет и не будешь. Слушайте, ну это интересно. Ну а помимо вот этих фестивалей какие-то сходки присутствуют? Анимые вечеринки. Анимые вечеринки. Ну и сходки тоже. В чем специфика-то? Специфика. Таких собраний. Зачем, собственно, собираются люди и развлекаются. Ну, которые, да, имеют общий интерес. Я понимаю, но с другой стороны, но это же странно, когда какой-то мультик становится средством или там поводом того, чтобы собраться. Это не мультик. Нет, я в культуру целая. Да, целая культура. Так собрать не только любители аниме, но получается все японские культуры? Ну, скорее любители аниме и любители просто хорошо провести время, пообщаться с людьми. Как это просто общение и больше ничего? Или все-таки там пью, значит, водка, алкоголь. Нет, бывает только алкоголь. Просыпается на следующее утро. Или просыпается неизвестно где. Так вот тоже. Это зависит от людей. То есть, на самом деле, вот человеческую природу не обмануть. Можно быть анимешником и кем угодно, а все равно все сходки ради одного. Ну, а что? Зависит от аудитории. Не важно, розовые ути волосы на голове, а не кроссовые. А я не пью. Нет, да? Ну, это скучно. Зачем заходить на сходки? Кстати, вот сейчас подумал, насчет за сходки не скажу. Хотя сходки это совершенно точно там это, ну, все свои. Но что касается каких-то вечеринок, то у них есть огромная, небольшая отличительная особенность от других вечеринок. То есть, если мы приходим в обычный клуб, да, там, неважно, там, вечером, ночью, то мы там видим людей, которые просто как-то гламурно одеты. Но они как-то в рамках, они стараются быть в тренде, модные. Если мы придем на аниме-вечеринку, то там мы можем увидеть как этих модных людей, так и людей, которые просто оделись, как им нравится. Там, нацепили на себя, там, кошачьи ушки, бегают, получают удовольствие, и на них никто не посмотрит косо за это. То есть, границы там гораздо шире допустимого. Ну, можно сказать, что их нет. Но это, слава богу. Вы знаете, я хотел бы на некоторое время затронуть тему японскую культуру. Потому что мы заговорили о том, что все-таки, как минимум, люди, интересующиеся аниме, все-таки один шажок делают и в сторону японской культуры, начинают чем-то еще увлекаться. Может быть, ходят суши-бары, может быть, поют караоке, а может быть, мангри, но еще что-то. Я знаю, что Дэн у нас специалист по какому-то такому искусству. Ты расскажи, я не знаю, как он называется. Ну, не могу сказать, что я большой специалист. Хотя, как показывает опыт, таких человек в Москве, наверное, ну, 5-7. В любом случае, я заходил на твой сайт и видел фотографии. Вот это искусство, расскажи, как это называется. Обычно это называется шибари, то есть это японский эстетический бандаж, который вот подобными веревочками делается. Так, я думаю, тут люди знают это, да, что такое, нет? Так, ну, нам, широкой публике, расскажи, я не знаю, что это шибари. Ну, если говорить в широком смысле, то это японское связывание. Конкретно для меня это еще один инструмент фотографии. Вот именно применительно к фотографии, когда можно просто построить композицию, скажем, необычную, которую практически никто не снимает, не делает. Ну, собственно говоря, ты просто связываешь кого-то, как правило, девушку это понимает. Да. И делаешь фотографию. Да. Вот, хотя, конечно, для некоторых людей это, скажем так, расширение личной жизни, даже необычное. Вот, учтивую публику хочу спросить, вы с этим искусством, поскольку, знакомы, как к нему относитесь, симпатичный, симпатичный? Ну, как сказать. Он зародился, наверное, в Японии, да? Да, это чисто японское искусство, ну, что я могу сказать, ну, это интересный такой вид японской культуры. Но ваням он представлен ведь тоже? Ваням, да, он представлен, конечно. И, наверное, в большей части даже представлен в фан-арте, да, когда там те же самые мальчики-девочки связаны, и, в общем, народ просто рисует, грубо говоря, берет любимого персонажа. И рисует его, да? Да, и рисует его так бы, как ему его хотелось. Ну, давайте о фан-арте подробнее чуть позже поговорим, а сейчас мы уйдем на сюжет, вот мы можем сейчас поднять вот эту веревочку. И Дэн поучаствовал в нашем сюжете, он связал-таки девушку, давайте посмотрим, как это было, а потом вернемся в студию и продолжим нашу беседу о японской культуре и японской анимации. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы возвращаемся в студию от программы «Стереотипы». С вами Николай Никулин, я напомню, что у нас в гостях, еще раз представлю по порядку, Артем, просто Артем, Тамара Исихара и Дэн. И вот мы сейчас посмотрели тайны этого причудливого японского искусства под названием... Шибари. Шибари. А теперь давайте вообще поговорим о фан-арте, ведь это можно назвать, да, частью движения фан-арт. Вот, Тамара, вы помимо того, что косплеем увлекаетесь, еще что-то делать, может быть, рисуете? Ну да, конечно, рисую. А вот расскажите про это подробно. Ну, чаще всего я беру какую-то картинку за основу, срисовываю примерно самого персонажа и что-то добавляю от себя. Я довольно хорошо научилась рисовать, причем благодаря аниме я научилась рисовать. Я изначально пыталась-пыталась хоть как-то нарисовать, и в итоге у меня, ну, получается, ну, можно сказать, шедевр. Серьезно? Нет, ну, давайте, я, по-моему, очень нескромно это замечу. Артем, вот вы-то как арбитр вкуса можете сказать? Ну, что я могу сказать? Фан-артом я увлекал совсем немного, то есть я тоже пытался рисовать, соответственно, увлечение аниме, оно подразумевает собой еще увлечение чем-то, да? Обязательно, да? Вот, ну, не обязательно, это в большинстве случаев, то есть японской музыкой, японской кухней, какими-то традициями, праздниками и так далее. А в том числе, ну, как фан-арт, соответственно, рисование немощных персонажей, все это тоже входит туда. Ну, вот я больше сам по себе, мне больше интересна именно японская культура с точки зрения, вот, наверное, больше традиций, традиций, истории праздников. И именно, что мне еще нравится, это именно японская кухня, наверное, и их сам по себе менталитет японцев мне очень нравится. А вот давайте здесь подробнее, раз уж о культуре. Кухня-то, чем нравится кухня? Я довольно хорошо готовлю. А-а-а, а вы как раз по-японски? Да. Серьезно? Да. И как это вот, это сложно вообще? Ну, в принципе, это несложно, но требует большой аккуратности и много времени. Но от европейской кухни вы отказались? Пиццу не кушайте. Нет, 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 конечно, полностью переход на японскую пищу, это очень, я думаю, очень такой эксцентричный поступок, потому что все-таки больше европейская кухня привычна для нашего организма, для нашей полосы. Но все-таки японская кухня, в ней есть такие нотки вкуса, да. И вот именно вот, наверное, вот этот японский тонкий какой-то менталитет, который вот именно приятен так для нас. Хотя бы коробочки с завтра, с обедами, если вспомнить, бента, как они выглядят. Просто каждый из них, это произведение искусства, даже вот такое есть-то не захочется сначала, будешь долго рассматривать. Но это, собственно говоря, есть доказательство того, что люди, которые увлекаются японской анимацией, еще и культуру поглощают некоторым образом. А вот, Тамара, вам чем симпатична японская культура? Вот помимо традиций, еще чего-то, вы бы хотели вообще в Японии жить? Да, конечно. Мне больше японская культура нравится, мне нравится японская музыка и японский стиль. Джей-рок? Да. Почему всем нравится джей-рок? И чем он отличается от простого рока, объясните? Ну, мне, наверное... Буквы джей. Нет, мне больше всего там нравятся красивые парни. Красивые японские парни. Ми-ми-ми, парни. Свои прически, свои стрижки. Интересно, когда долго смотришь какую-нибудь, слышишь какую-то группу, видишь ее клипы, и потом как-то так не задумываешься, ну да, посмотрел. И через годы тебе, ты понимаешь, что вот эта вот самая девочка вот в этой вот юбочке на огромной платформе, это мальчик. Такое тоже бывает? Да, 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 но здесь скорее очень большой, ну, это же Япония, например, там театр Но и вообще вот японский театр, да, там всегда играли мужчины, и женщины играли мужчины, соответственно, скорее всего, оно и на эстраду в какой-то, в какой-то мере перенеслось. Я хочу сказать, что вот как раз-таки я слушаю Ми-яви, и у меня родители до сих пор думают, что это девочка. Не знаю, кто это, соглашусь с родителями, но сначала я посмотрю. А еще я хочу сказать, что я так сильно его любила, что нарисовала двухметровый плакат себе. И он дома? Да. Да, он выполнен очень грамотно, между прочим, и мельчайших подробностях. Ничего себе, вот это насколько же нужно любить, действительно, исполнить. А он в одежде? Да. Стало быть, вы хорошо рисуете. Ну, довольно. Дэн, ну а вот у тебя откуда такая трепетная любовь к японскому, если она существует, хотя, может быть, ты любишь и другие культуры? И тогда еще сложнее вопрос, вот можно? Почему так сталось, что сегодня многие люди, которые говорят о том, что западная культура умирает постепенно, в некотором роде правы? Потому что сейчас на восток все стремятся либо в Китай, либо в Индию, да, начинается увлечение индийской культурой, либо Япония. Откуда такой рост симпатии к востоку? Да, как-то особого роста симпатии я в себе не замечаю. А у меня это появилось, ну как, 90-е года, а смотреть особо было нечего. Какие гриндайзеры сыграли? Ну, смотреть, можно сказать, нечего. Хотелось чего-то другого, чего-то посвежее. И в результате, в выходной день едешь на горбушку, покупаешь кассеты на то время еще, потому что это сейчас интернет, и можно все, не выходя из дома. Вот, стал это дело смотреть, потом как вечеринки появились, стал ходить на вечеринки, потому что, ну как интересно, ново. Вот, и оттуда, можно сказать, частично оттуда выросло, как бы, ну, моё искусство фотографии. Частично оттуда, потому что я же не только, как вот, веревочки, но еще и просто фотосъемка, соответственно, когда фотографируешь людей, которые тебе интересны, то стараешься сделать это лучше, постепенно растешь. Провокационный вопрос, можно? Попробуй. Нет, да, с легкой иронией, разумеется. Я заметил, что многие люди, не увлекающиеся аниме, но смотрящие его время от времени, это делают только по одной простой причине, что там есть красивые девушки, которые еще и хорошо нарисованы, и которые время от времени обнажаются. И это тоже красиво. Вот ты, как фотограф, скажи, если ты идешь на сходку анимешниц, ты наверняка рассчитываешь на то, что кто-то в такой же позе искусительный тебе попозирует. Подобные мысли определенно есть, но здесь вопрос не в анимешной сходке. Это вообще можно к кому угодно прийти. Да, 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 хороший фотограф всегда смотрит по сторонам. Ну вот скажите, в аниме есть эротический подтекст или нет? Потому что я вот прочитал информацию, что на Западе, скажем, все эти анимационные мультфильмы проходят отбор и фильтрацию. Некоторые не пускают к экрану, а некоторые пускают, потому что говорят, наркотики, секс, насилие, все это есть. На ваш взгляд, есть, нет? Есть. Есть, конечно. Ага, все, запрещают. То есть есть, но мы не моралисты, поэтому разрешаем. А зачем запрещать что-то? Ну, а вот условно говоря, будто у вас дети. Понятно, что мы все разрешаем, мы же такие свободолюбивые родители. Но может вот этот мультик как-то повлиять на психику или нет? Я считаю, что отчасти некоторые жанры могут повлиять на психику каким-то образом. А ребенка, может быть, действительно не все нужно смотреть. То есть, вернее, не то, что действительно, не все нужно смотреть. Есть определенные жанры, и именно эти жанры, они и сделаны для этого возраста. То есть нужно просто ограничивать именно по жанрам, и все. Я думаю, тогда проблем не будет. Тамара, своей дочке будущей потенциальной вы бы показали какой-нибудь? Ну, я бы ей показала там Покемонов, Сэйлор Мон. Но такие аниме, которые люблю я, я бы ей не стала показывать. Все-таки вот такая мама с розовыми волосами, с ошейником на шее. Но моралистка так назидательно скажет, что иди читай Толстого. Не время тебе сейчас смотреть аниму, взрослых. Но такое бывает. Ну, ребят, поскольку вот у нас-то все время и время идет неумолимо, а мы не поговорили все-таки о самих аниме, не называли даже названия, давайте по очереди, вот топ-5, что бы вы могли посоветовать нашей учтивой аудитории и за что? Я хочу не просто название, а объяснение, там, философские смыслы, красиво написано, еще-еще. Давайте поговорим. Ну, Дэн, с тебя начнешь. А, ну, в первую очередь я бы посоветовал посмотреть практически все работы Миядзаки, вот, режиссера. Я думаю, хотя многие из них, думаю, уже были посмотрены. Ну, тот же самый «Ходячий замок», «Унесенные призраками». Это смотрели все, но у него же есть более старые работы, которые, помимо того, что они хорошо нарисованы, они содержат в себе определенный подтекст философский, и они интересны как детям, так и взрослым. То есть ребенок смотрит сказку, а взрослый, помимо этого, еще может какой-то философский смысл поймать и посмотреть на то, что, ну, скажем, какая-нибудь героиня не лишена женской привлекательности. Да, безусловно. Есть такое. Хорошо. Тамара, что вы посмотрели? Ну, на мой взгляд, самые хорошие аниме — это те, что с кровью. Так, хорошо. Я бы посоветовала «Клеймор», потому что оно нарисовано, во-первых, довольно качественно, и там сюжет интересный, и там очень динамичные бои, ну, и вообще оно само по себе очень интересное. Так, и только это советуете? А что еще с кровью можно посоветовать? Только меня со с кровью еще не советуете, это кухня наша, европейская. Также я могу посоветовать «Эльфийскую песню», там тоже довольно жестокое аниме, и, ну, такое аниме помягче — это «Когда плачут цикады». Ммм, очень мягко. А там помимо крови вообще что-то есть, к чему приглядеться-то? Или только вот эстетика красного цвета вот привлекает? Комедия. А, это все комедии? Нет, не все это комедии, но «Когда плачут цикады», там есть на чем улыбнуться? Ну, там есть пара моментов, но, например, ну, в «Эльфийской песне» тоже есть, но вот в «Клейморе» там нет вообще, оно само по себе такое серьезное. Хорошо, Артем. Ну, в данном случае я соглашусь с Денисом по поводу Хаяо Миядзаки, потому что все-таки это считается вершиной японской анимации, и за свою работу, если не ошибаюсь, не «Призрак в успехах», за свою работу «Унесенный призраками» он получил премию в Германии как лучший фильм, именно фильм детский. И все же он больше рассчитан, наверное, на более широкую аудиторию, именно детскую. Ну, ты «Призрак в доспехах» я тоже смотрю. Да, что касается «Призрака в доспехах», это вот как раз тоже, что я бы я посвятил в первую очередь, потому что, во-первых, там хорошая прорисовка, там хороший смысл, и сам по себе он ориентирован на более взрослую, думающую аудиторию. А я слышал, что собирается экранизировать Спилберг этот аниме. Именно фильм делает этот аниме. Именно «Призрак в доспехах»? Да, «Призрак в доспехах». Ну, возможно. Я, к сожалению, не знаю. Может быть, будет экранизация, кто знает. Потому что все-таки это, наверное, вот самое популярное, я думаю, аниме на данный момент. Вот. Что еще, что еще? Ну, я, в общем, тоже являюсь фанатом хорошего аниме, с хорошей прорисовкой, с хорошим сюжетом. Наверное, это будет «Охотник на вампиров», а, наверное, это будет «Ган Грейв», один из моих любимых аниме. А за что вы их любите? Значит, «Охотник на вампиров» там именно сам сюжет и сама прорисовка, она доставляет именно такое эстетическое удовольствие. Что и картинка? Нет, не только картинка, само содержание тоже. То есть там интересный сюжет, там интересные персонажи. Какой это сюжет про штаб? Это «Охотник за вампирами»? Ну, понятно. А вот можно я с таким вопросом к вам всем обращусь? Я могу себя назвать массовым зрителем, потому что я не анимешник, но с каким-то аниме я встречался. И вот, естественно, на слуху Наруто или Наруто. Это вещь вообще употребимая среди анимешников, я имею в виду. Понятно, что массовая публика все знает, а может быть даже кто-то есть, смотрел все серии, там их очень много. Очень много. А вот в среде замкнутый такой, как относится к этому мультику? Это же мелодрама тогда? Наверное, как к моде. Пришел Наруто, все посмотрели его полгода, год, может побольше. Какая-то часть людей его пересмотрела, и все. И дальше они его уже не смотрят. Кто-то новый приходит, но он его посмотрит. Это для девочек совсем. Ну, не для мальчиков, это для девочек. Это для подростков. Первые сезоны, ну, это большой сериал достаточно. Первые сезоны еще смотреть интересно, я дальше не помню. Это мелодрама такая, да? Скорее комедия с элементами мелодрамы, трагедии. В общем, да. Вот что-то такое. Да, тамешано-намешано. Чувствую, Тамара что-то фактически. По мне, так я посмотрела первые несколько серий, и мне надоело. Если хотят посмотреть какое-то такое долгое аниме, пусть лучше смотрят «Учитель мафиози Реборн». Там и прорисовка была. А вот еще один аниме, который точно у всех на слуху, и я даже посмотрел несколько серий, «Страть смерти». Это правда вещь, которую стоит порекомендовать? Мне понравилась там философия. Ну, вот это стоит посмотреть. Это классика. Расскажите про идею для широкой публики, потому что она довольно глобальная. Ученик находит тетрадь, в которую записываешь имена, и люди, если не написать им причину смерти, умирают через 40 секунд. И к нему спускается бог смерти, чтобы сопровождать его, пока тетрадь не попадет кому-то другому в руки. Ну, и все начинает крутиться вокруг вот этого ученика. Его называют Кирой, потому что он расправляется со злом. Также потом они обнаруживают второго Киру, это девушка, ее зовут Амана Миса. И вот вокруг них все вот это, весь сюжет закручивается. А потом уже в других сезонах появляется детектив, у них начинается интеллектуальная борьба, кто кого. Ну, это еще начинается, там всего один сезон. А, один. И это начинается еще в начальных сериях. И потом в конце Киру разоблачают. Ну, и, конечно, конец там. Ну, концовку не будет, давайте. Для тех, кто не смотрел. Но мне кажется, что это вещь интересная. Я пришлюсь к тому, что там есть над чем задуматься. Да, и кроме того, еще можно посмотреть «Тетрадь смерти», непосредственно экранизацию. Потому что, да, есть фильм. Да, есть фильм. Тоже хороший. Я посмотрел первую серию, как бы, с достаточно интересом. Ну, так вот, посмотреть аниме, потом посмотреть кино, просто хотя бы сравнить, как что было. Это больше для тех, наверное, кто смотрел аниме. Потому что те, кто не смотрел именно аниме «Тетрадь смерти», для них это будет нечто такое странное. Да, да, странное. Хорошо, давайте сейчас. Но я хочу сказать, что там не совсем сюжет одинаковый, так что стоит посмотреть аниме и фильм. Окей, давайте сейчас обратимся к нашей учтивой публике на улицах. Спросим у них, как они относятся к, давайте так, не японским мультикам, я думаю, не все смотрели, а в целом к японской культуре. Что вы думаете о японской культуре? О японской культуре? Вообще интересная, наверное, эта культура, которую мы мало знаем. Очень даже. Ни разу не пробовала. Ну, ничего, нормально. Я не в восторге. На уровне горячей саке, холодная водка. Мультики видела, но наши намного лучше и детям полезнее. Во-первых, слабые, не очень мне нравятся сценарии, плохо пририсованные персонажи. В этом плане идеальными, я считаю, советские мультфильмы примерно 50-х годов. Очень добрые, хорошие, прекрасно поработанные, качественно. Диснеевские некоторые фильмы. Вот это, пожалуй, вершина. Мы заговорили о кино. Вот последний мой вопрос. А как это представлено еще в кино, помимо «Тетради смерти»? Есть еще какие-то киноэкранизации? Или все-таки в основном это комиксы и мультики? Только не комиксы, манго. Ну, манго, да, манго, да. О чем, кстати, отличие от манго? Ну, как, комиксы, американское понятие. А манго, ну, что далеко ходить? Можно сейчас пойти в музей Востока, народов Востока, и посмотреть там японские гравюры. Мы там найдем много примеров, ну, можно так сказать, манги там 17-го, 18-го века. То есть это появилось еще задолго до комиксов. Понял. Ну, есть какие-то киноверсии, не вспомните еще? Я знаю, есть не кино, а мюзикл по «Темному дворецкому». Ничего себе. Ну, я сама лично не смотрела ничего. А про что это такое? Что такое «Темный дворецкому»? «Темный дворецкий» — это аниме про мальчика, который соглашается на сделку с высшими темными силами и призывает к себе дьявольского дворецкого, который исполняет все его желания. Хорошо, ладно, спасибо, дорогие друзья. Я думаю, что мы обо многом рассказали, вот даже и про мюзикл вспомнили. Что уж там остается за нами? Только попробуйте опровергнуть мнение. Многие зрители, наверное, сейчас вот смотрели эти 45 минут нашу программу и думали, ведущий таки подписал контракт или там с дьяволом какое-то соглашение и пригласил таких странных людей. Но на самом деле наша программа как раз существует для того, чтобы все стереотипы разбивать и говорить, что да, есть разные люди, но они такие же, как мы. Пусть они смотрят японскую анимацию, но иногда они получают золотые медали. А ведь не все могут получить золотую медаль, дорогие друзья. Что ж, это была программа стереотипа. Увидимся с вами еще. Пока.